Сегодня мы находимся в Курском государственном университете. С лучшей студенткой Анастасией Медовкиной мы поговорим о том, как выиграть грант на реализацию своей идеи. Привет, Настя! Расскажи, чем ты занимаешься в университете. В университете я руководитель проектной студии. Нашего университета называется «Механизм действия». Чем проектная студия отличается от студсовета или правкома? Почему она выделяется в какую-то отдельную организацию? Мы нацелены именно на то, чтобы поддерживать студентов в реализации их идей. И также обучать их, помогать им писать заявки на гранты и все то, что связано с реализацией проекта. Она прислушивается к мнению остальных. И мы, когда делаем проекты, мы накидываем идеи. У нас такой брендшторг всегда происходит. И в нашей проектной студии мы вместе совмещаем это все. У нас команда состоит всегда из трех-четырех минимум человек. Мы обмениваемся своим опытом. У нас люди часто приходят из других всяких организаций тоже. Просто люди, которые увидели объявление нашей студии. У вас больше такая образовательная деятельность? То есть вы рассказываете о том, как писать проект? Или же вы прям помогаете вместе с участниками прописывать проект? Бывает по-разному. В зависимости от человека. То есть есть люди, которые приходят и говорят просто, что я не знаю, что здесь происходит, но мне это так нравится, поэтому я просто хочу к вам в команду, давайте вместе что-то делать. Ну и мы вместе, мы включаем этого человека в свою тусовку, скажем так, и разрабатываем вместе проекты. Есть люди, которые приходят и говорят, что вот у меня есть идея, мне нужно ее хорошо представить. И тогда мы помогаем просто, мы направляем, мы не пишем проекты за других людей, мы нацелены на то, чтобы научить человека, как дать ему удочку, а не просто давать рыбу. Настю мы знаем с первого курса, потому что сразу же она зарекомендовала себя как яркая инициативная студентка, которая проявляет себя не только отлично в академическом плане, но и в общении со сверстниками, в волонтерстве и в самой разнообразной деятельности. Есть ли секреты, как выиграть грант? Я бы посоветовала сделать хотя бы маленький шаг. То есть у тебя есть идея, продумай хотя бы его конечную цель и попробуй сделать хотя бы маленький шаг на пути к реализации идеи. Потому что очень часто люди пытаются выиграть грант, но если задаешь вопрос человеку, а если без денег, как ты смог бы реализовать это? И вот бывают моменты, когда человек действительно не понимает, что бы он мог бы сделать без денег. Хотя 90% проектов можно начать действительно без средств каких-либо. Как правило, на что идут грантовые средства? Какие основные позиции, на что вы выбираете? Обычно грантовые средства идут на сувенирную продукцию, на трансфер, на проживание питания, на оплату труда экспертам, потому что это те позиции, которые иногда бывает сложно закрыть с помощью партнерства. Есть ли у вас уже какой-то механизм поиска партнеров, выработанный, можешь им поделиться? Механизм совершенно прост. Открываем все, что есть в интернете, затем просто звоним и начинаем рассказывать о том, что мы можем предложить этим людям, а потом просить, что они нам могут так же дать. То есть позиция вин-вин, когда обе стороны выигрывают. Как ты считаешь, почему партнеры должны быть заинтересованы в реализации какого-то непонятного молодежного проекта, и как заинтересовать их? Я думаю, что нужно искать здесь так же, как и в отношениях, наверное, с людьми. Ты должен найти просто своего человека. То есть не все партнеры будут заинтересованы в твоем проекте, это совершенно нормально. И будет много отказа, и это тоже совершенно нормально. Главное найти именно тех, с кем у вас цели могут совпадать. Для этого нужно не прекращать поиск и постоянно общаться с людьми. Как ты считаешь, какие направления сейчас в грантах наиболее развиты? Ну, учитывая условия, в которых мы сейчас находимся в 2020 году, я думаю, что самыми востребованными средств направления добровольчества во всех его сферах в образовании, в медицине, во всех. Само образование, так как проблемы дистанционного обучения все-таки коснулись, я думаю, всех сфер. И, наверное, также здоровье, так как, опять же, сидение дома никому еще не способствовало увеличению иммунитета. Сложно ли отчитываться за грантовые деньги? Я думаю, что нет. Ну, наверное, это занимает много времени только. Но если у вас есть команда, то так же, как учат, мне кажется, на всех форумах, где говорят о команде, что нужно делегировать. И, в принципе, когда работает команда, легче распределить, допустим, вы про писательную часть можете написать результат, я там про смету напишу, еще что-то. Ну, и дальше все вместе складывается, и получается намного легче, и по времени также получается меньше. Если бы в твоем распоряжении были бы все необходимые ресурсы, то какой проект ты бы реализовала? Я думаю, это проект, связанный с новыми компетенциями, с развитием образования, потому что я думаю, что залог любого успешного государства — это очень сильное образование. Что пожелаешь нашим зрителям? В йоге есть такая фраза, я скажу ее на английском, так как она более сжатая. Where attention goes, the energy flows. И я желаю поэтому всем нашим студентам направлять свое внимание именно на созидание, на то, чтобы создавать, делать, не бояться, не только критиковать, но и действительно направлять свою энергию именно в создание чего-то большего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова